Всем добрый день! У нас начинается декабрьский лабораториум. В виде исключения я что-то решил в этот раз начать с себя. Соответственно, доклад, посвященный когнитивным кодам. Слушай, Наташа, ты вставила именно тот доклад, который нужен? Потому что когнитивный код и когнитивные пределы, это довольно длинный доклад для москвичей. Значит, я тебе просто ткнула нефту. Ну, значит, этот пойдет, ладно. Тогда я буду пропускать то, что не имеет отношения к делу. Просто здесь ситуация следующая. Значит, я сразу начну с следующей свадьбы. Ну, пока идет разборка, расскажу немножко краткой предыстории всего этого доклада. Где-то в октябре месяце я получил предложение от русского философского общества, так называемые русские философы, выступить у них онлайн на конференции. Где-то к ноябрю я сказал, к концу ноября я сказал более-менее «да», и хотел им предложить, собственно, тему по новому антропотипу, который я рассказывал здесь в прошлый раз. Но они вдруг заявили, что они антропотип не хотят. В итоге я им предложил тему по когнитивным кодам. Предложил, и они мне сказали, вот да, надо делать когнитивные коды. Я, честно говоря, был уверен, что они выберут антропотип, и поэтому, когда они выбрали вторую тему, пришлось срочно что-то начать думать. Соответственно, вы услышите сейчас доклад, который я рассказываю, аж в третий раз за последние три дня. Но первый раз это было как раз у общества русских философов, а второй раз на конференции, которую Андрей Сергеевич Парибак делал в Нальчике. Ну, вернее, он участвовал в конференции, которую делают в Нальчике. Поэтому я думаю, что вряд ли здесь кто-то эту информацию слышал. Отлично, тогда его и запускай. О, вот это правильно. Это именно та презентация. Да, презентация существует в трех формах. Вот эта форма, форма для Парибка от культурного кода к когнитивному и форма для московских студентов когнитивные коды и когнитивные пределы. Следующий слайд. Так оставь тогда его на перелистовании, просто листай. И, собственно говоря, о них я сегодня и буду говорить, о когнитивных кодах. В чем суть проблема? В принципе, само понятие когнитивного кода мы ввели просто и совершенно одновременно с культурным. Более того, схема вычисления когнитивного кода была сделана тогда же. Ну, собственно, после этого культурный код стал вполне нормально работающей техникой, а вот когнитивный был, по сути, существовал только в определенных рассказах о том, как это вообще можно было бы сделать. Теперь я ввожу такое понятие, как массовая когнитивная задача. Она же МКЗ, она же гносологическая задача. Что от нее требуется? Ну, во-первых, собственно говоря, хорошо бы, чтобы она была именно массовой. То есть, верни обратно слайдик. Чтобы она была массовой, то есть, она требовалась данному обществу входила в систему воспроизводимых непрерывно деятельностей. Второй момент. Требовалось, чтобы для ее решения были нужны интеллектуальные паттерны. То есть, она не могла делаться ни за счет предыдущего опыта, ни за счет некоторого накопленного в обществе опыта. Необходимо было всякий раз делать ее, в общем и целом, думая о том, как ее сделать. При этом нужно иметь в виду, что, в принципе, общество давно сталкивались с массовыми задачами. Сначала это была теология, медицина, а затем инженерия и наука. Но всегда можно было исходить из того, что количество людей, необходимых для решения этой задачи, минимально. То есть, задачи были, но они были именно не массовыми. Они решались отдельными людьми. И эти отдельные люди вполне себе существовали, были в наличии, спокойно двигались, мыслили, но в рамках узкой цеховой группы. То есть, это были либо индийские брахманы, это варновая лекастовая группа, либо определенная цеха, либо определенное сословие, типа тех же монахов. И опять же, заметьте, монахи, как сословие, их было в общем много. Но монахи, которые реально занимались настоящим живым богословием, их были совсем единицы, и в общем это никогда не было сколько-нибудь массовой работой. На самом деле, в районе между 17 и 19 веками, и во многом это связано с победой Беконовской парадигмы в познании и в целом, у вас первое, начали возникать когнитивные задачи именно в массовом масштабе. Причем интересно, что начиналось все довольно смешно. Вообще-то, закон Архимеда к этому времени уже был за 2000 лет. Тем не менее, когда один кораблестроитель, собственно говоря, с точки зрения логики того времени, вообще-то плотник, прорезал пушечные порты для спускаемого деревянного корабля до того, как он был спущен, то есть пока он стоял на стапеле. И когда корабль, значит, был спущен, оказался на воде, и порты оказались там, где это было нужно, все были в полном изумлении. Об этом писали как о колоссальной победе цивилизации над силами хаоса. А с момента, когда это было сделано первый раз, после этого, в общем, оказалось, что теперь, в общем-то, любой кораблестроитель, что-то там делая, должен сразу узнать, какая будет у корабля осадка, какая у него будет остойчивость. И кораблей-то строилось много. В итоге получилось, вот вам классическая массовая задача. Дальше появилась артиллерия, ее стало достаточно много. Она стала относительно вменяемо стрелять в сторону противника. Оказалось, что надо рассчитывать, каким образом происходит выстрел, как проектировать стрельбу на дальние дистанции за пределами прямого взгляда. И это тоже оказалось задачей более чем массовой. То есть она требовалась всем, кто так или иначе находится в условиях военных действий. В итоге, действительно, к концу XIX века появилось представление о массовых когнитивных задачах. Хуже того, оказалось, что в куче деятельностей, где раньше, в общем, без этого спокойно обходились, пример сельское хозяйство, оказывается, тоже бывает нужно решать когнитивные задачи, в том числе вопрос о том, какие должны быть удобрения, каким образом менять культуру. Да, многое можно было делать на основании опыта, но, как выяснилось, далеко не все. В итоге когнитивные деятельности начали появляться в самых разных форматах, в том числе и в сердечности, которые всю жизнь без этого спокойно обходились. В итоге, где-то к середине XIX, к концу XIX века началось формирование когнитивных кодов. И вот тут хочется произнести фразу из материала заказчика. Формировали их из культурных кодов, которые были. Следующий слайд, Наташа, что это можно. Ну, собственно говоря, про культурный код мы даже вспоминать не будем. Определение. Когнитивный код, принятый в данном общественном способе решения массовой когнитивной задачи, можно назвать его инфраструктура предустановок мышления. Или даже основание предустановок мышления. Или, хуже того, пред-предустановки мышления. То есть то, из чего предустановки мышления получаются в конечном итоге. Что в этом плохого? А то, что абсолютное большинство людей, я имею в данном случае под людьми ученых, философов. То есть тех, кто профессионально занимается мышлением и познанием. Вообще-то говоря, свои предустановки мышления, большинство из них не рефлексирует и их не знает. А в данном случае вы должны сделать гораздо более глубокий шаг и написать, что у вас находится в основании этих предустановок. Что оказалось в общем крайне малоприятной деятельностью. Следующий слайд. А отсюда первое, что мы должны здесь сказать, похоже на то, вот уже на этом уровне похоже на то, что когнитивных кодов будет крайне мало. Я на самом деле надеюсь сегодня показать их все. На всякий случай, если вдруг кто-нибудь забыл, у нас сегодня тема цивилизация. И после моего доклада будут доклады по цивилизациям. Так вот, я собственно хочу обратить ваше внимание на связь между понятием цивилизации и когнитивного кода в поводу моего жесткого высказывания. Говорить о цивилизации при отсутствии когнитивного кода не приходится за одним единственным исключением. Ну вы наверное уже поняли, что это одно единственное исключение. Это конечно же Индия и ровно по той причине, что у них цивилизационная структура включает выделение слоя, занимающегося когнитивными задачами и не распространение практик этого слоя на остальные вармы. То есть можно выразиться даже и по-другому. Индия может обойтись без когнитивного кода, имея у себя брахманов. У которых конечно какой-то код есть, но он не является национальным. Когнитивный код можно рассматривать в двух противоположных логиках. Как расширение культурного кода на мышление, то есть на деятельность, включающая решение массово-когнитивных задач. Но и с другой стороны, как сужение культурного кода, который занимается всеми возможными действиями на мышление, то есть на то же решение массово-когнитивных задач. Связь их идет через язык и историю. Следующий слайд. Ну опять же, пока это дело включается-выключается, я попробую перейти к следующему такту работы, который, собственно говоря... Можно, когда техническую паузу, вот кто-то может раздать интернет? Просто когда у нас местный Wi-Fi на наунике, он почему-то не хочет съединиться на культуре. Никак. А когда я с вами смотрю... Ну я могу раздать интернет, Наташа. Ну ты помнишь мой фиш. Так, включен. Каждый раз какую-то новую вещь отдаешь. Использую разнородность. Да, да. Запущу уже свой, чтобы тоже пользоваться. Ну сейчас я надеюсь, что все будет хорошо. Значит, с этого момента стало понятно, что необходимо очень тщательно прослеживать взаимодействие мыслительных кодов. Между, собственно, данной страной и окружающим миром. Да, собственно говоря, момент, с которого мне на самом деле следовало начать. И с которого я начал доклад для философов. Когда мы начали говорить в прошлом году о интеллектуальном суверенитете России. А на самом деле, как ни странно, первый доклад на тему интеллектуального суверенитета, это назад вернулось, был сделан еще до начала СВО в Иркутске. Возникли очень резкие протесты со стороны интеллектуального сообщества. Основное содержание этих протестов заключалось в том, что познание имеет только международный характер. Не существует национальной науки. Как не может существовать и национальная таблица умножения. Комментарий Кошелота в скобках. Но вообще-то для тех, кто пользовался римскими цифрами, мысль о том, что у вас не бывает национальной таблицы умножения, довольно сильная, но неверная мысль. Да, конечно, в сущности это одно и то же. Но согласимся, что переход от римской таблицы умножения назад, если можно, к классической таблице умножения, сделанной с нулем, или, например, таблица умножения с позиционной записью без нуля, они различны настолько, что, в общем, переход между ними – это очень серьезное когнитивное усилие. И, в общем, например, перейти от римских цифр к арабским с нулем – это, несомненно, решение массовой когнитивной задачи. Хотя, в сущности, таблица-то умножения, конечно, от этого никуда не поменялась. Так вот, мне хотелось сделать этот доклад именно в данной логике. То есть, попытаться посмотреть, возможно ли локальные когнитивные коды, и если да, то как они работают. И о чем, собственно, и пойдет дальше разговор. На самом деле, следующий слайд, который у нас сейчас пока не хочет ставиться, это слайд, который у меня был сделан в этой работе буквально последним, на котором я зафиксировал, как выяснить, есть ли у данной страны, у данного народа, у данного этноса свой собственный независимый когнитивный код. И нашел я для этого девять признаков. А причем, сразу скажу, что порядок их был и сейчас остается на уровне, что вспомнилось. То есть, это не по ранжированию, то есть, первоважные, потом менее важные, даже не по алфавиту, а чисто по порядку воспоминания. Итак, первый признак. Результаты науки или вшире познания, которые характерны для данной страны, должны быть в школьных учебниках других стран. Ну, по России, по меньшей мере, я нашел упоминание уравнений Мещерского и формулы Циолковского. Ну, там, где, в принципе, есть физика, там их всегда вспоминают, и по-другому их не вспомнить, их там нельзя. Вы можете не написать фамилию Мещерского или Циолковского, но уравнения-то от этого никуда не поменяются. А? Дальше. Должна быть своя собственная, ни у кого более не отмеченная когнитивная техника. Ну, или, вернее, ее, естественно, как и любую когнитивную технику можно заимствовать. Но понятно, что она здесь появилась, и мы ее для этого используем. Для меня, конечно же, наиболее четким является пример сборки. И сборку я здесь в основном делаю на основании неорганической, а органической химии. Поскольку и там, и там, в общем, примеры вполне четкие. Как Менделеев – это классический сборщик, так и Бутлеров – это классический сборщик. Вообще говоря, сюда можно было бы добавить и Дьяканова еще одной фигурой, поскольку его работа по древнему миру также собирающая. И, что называется, почитав Дьяканова, ты начинаешь понимать, что там происходило. А до этого, например, прочитав всю кембриджескую историю древнего мира, ты будешь знать немеренный объем фактов, но не понимать, что происходит, собственно. А следующее – наличие чуда света. В данном случае мы, конечно, пользуемся. И, в принципе, я сейчас на когнитивную деятельность довольно четко расширяю подход того, кто к нам сейчас как раз входит, товарищ Шилова. Поскольку, фактически, это та схемка, которую он начал с городами. Итак, собственно, неотменяемые достижения. Ну, что я написал здесь? Таблица Менделеева, что само собой понятно. Я написал здесь теорию расширяющейся вселенной. Поскольку, надо заметить, что работа Фридмана была сделана раньше и лучшая работа Леметра де Ситтера исправила важную ошибку Эйнштейна и, в общем, дала основание говорить о принципиально другой картине мира. Да, формально ее признали только с наблюдениями красного смещения Хаббла. Но я хочу обратить внимание, что что Эйнштейн, что Фридман, что до Ситтер с Леметром. Все разговоры на эту тему закончили задолго до того, как появились данные по красному смещению. Которые их, по-моему, даже уже особо никого и не удивили. Дальше я добавляю сюда, конечно же, космос, спутник Гагарин. И добавляю, например, ту же Белоярскую АЭС. Здесь стоит восьмисотка. Правильно было бы написать шестисотка, но все не так важно. Ну, или триста... Слушай, шестисотка была, как ни странно, раньше триста пятидесятого. В любом случае, ну, такое чудо света имеет место быть, оно есть. Создание собственного научного направления. Не поленился посмотреть теорию обобщенных функций, ну, в смысле статью о них. Ну, никуда отсюда не деться. В общем, процентов восемьдесят публикации российские. А семиотики? Советские. Вообще, матфизия как таковая. Семиотика – это очень интересный вопрос. Можем ли мы считать Тартусскую школу частью российской? Я не стал ее вставлять. В том, что она из Томска? Да. Я не стал ее вставлять, на самом деле, не по этой обрешению, а потому что просто мне надо было хотя бы по одному примеру. Здесь совершенно очевидно, что у вас есть один пример, все. У вас в этот пункт стоит галочка, и можно не мучиться. Поэтому не надо было вспоминать всех. Собственная научная дисциплина. Ну, это фономия Ефремова и геометрия Лобащевского как минимум. Причем, обратите внимание, это принятая научная дисциплина, которая там… Понятно, что мы кучу всего создали в марксизме, социологии и экономике, но это, в общем, со смертью Союза забылось. На самом деле, кое-что в физике тоже забылось. Потому что, ну, например, тот же Питерский ЛТ активно занимался механотроникой. Это электроника больших токов. Сейчас это… И на эту тему, собственно, еще в 90-е большинство информации давалось со ссылкой на советский источник, конкретно на ЛТ. Сейчас этим очень много народу занято везде, но уже никаких ссылок на наши работы здесь нет. Надо иметь полное поле ниров. То есть, страна должна заниматься в познании всем. Всем это вот действительно от звезд до мифов. Ну, Советский Союз, безусловно, имел полное поле ниров. Мы имеем сборку и реликтовое излучение советского поля ниров. Ехидное замечание Кашалота. Ну, господа, после распада Советского Союза в мире фазовый кризис. Ну, ничего там нового все равно уже нет и не будет. Поэтому можно пользоваться тем, что есть. Ну, я бы сказал бы так, несколько… Не с фитильком, но пункт проходит. Собственная, уникальная, научная и или научно-образователь инфраструктуры, которой больше нет нигде. Ну, тут в России вообще все прекрасно. Никто так и не придумал шарашки в мире. Только мы с этим работаем. А когда у нас кончились шарашки, спасибо Георгию Петровичу Щедровицкому, он придумал оргдеятельностные игры, которые являют собой маленькую, но тоже работающую шарашку. В общем, все работает, все действует. Что не придумал, получается, шарашки. Ну, вообще-то у перона были шарашки. Смотри. Нет, две. Дальше мы… Дальше… Слушай, про пероновский я чуть позже скажу. Мне они понадобятся, но не здесь. Дальше у нас есть закрытые наукограды. Интересно, что IT-грады строятся везде, кому не лень. Испания, Малайя, только те, которые я знаю. А вот классические наукограды, которые занимаются более или менее всем, но главное, смотри, что такое наукоград. Малайя – это территория, на которой люди заняты, МКЗ. Только в данном случае М – это не массовая когнитивная задача, а масштабная когнитивная задача. Что не совсем одно и то же. Так вот, собственно говоря, Академгородков такого типа более никто так и не создавал чисто наш ноу-хау. Очень хочется сейчас Академгородок Новосибирска снова сделать таковым. Вспоминая 27-ю теорему этики, всякий город, сделанный Господом для чего-то, не может сам себя сделать для этого неприспособленным. Потому мы туда и собираемся с конференции по пятимерной гравитации. На самом деле, Запад не знает примеров Академгородков, и Восток тоже. Но американцы сняли великолепнейший сериальчик «Эврика», который, попросту говоря, четко фиксирует классический новосибирский Академгородок в его лучшие годы. Это лаборатория, это не Академгородок, решающая одну локальную вполне задачу. Причем довольно узкую. То есть, я так и говорю, сделать одну атомную голову. Да, он до сих пор работает в таком виде. У нас есть специалист по Академгородку, если что-то такое. Да, так я, собственно, надеюсь, что он присутствует, был рад это сказать. Еще один важный момент – физмат-школа. Физмат-школа – чисто, опять же, советский прикол. Но их, кто кому не лень, многие скопировали. Их скопировали американцы. Ну, рековер их использовал для подводного флота у себя. Я помню, у него есть великолепная фраза. Рассчитывать, что наше министерство образования или кто-то этим занимается в Штатах, создадут физмат-школы, да это смешно. Но у себя в подводном флоте я их таки сделаю. Опять же, не могу не отметить, читаем тетушку Роллинг и видим о том, что такое нормальная физмат-школа и как она живет, и чем она занимается. Ну, в общем, так оно и есть более-менее на самом деле. Ну, кстати, не только Роллинг, игра Эндера. Игра Эндера, добавлю. И, кстати, даже сейчас, если не брать клоны, то и после Роллинга были некоторые совершенно оригинальные работы в этой области, включая та же ярость математиков. И, наконец, наличие... Да, еще два момента. Собственная интерпретация квантовой механики. Очень хороший отсеивающий фактор, позволяющий кучу возможных когнитивных кодов быстренько перечеркнуть. Ну, Россия, по меньшей мере, две имеет. На самом деле, больше. Но, опять же, я здесь не пытался делать полный список. Мне было важно поставить галочку. Ну, и, кстати, и собственную интерпретацию КТП тоже. Ну, да. И, наконец, собственная фантастика. С фантастикой очень важный момент. Потому что как раз наличие фантастики означает, что страна решает массовую когнитивную задачу. И нужно к этому приучить население, чтобы оно изначально понимало, чем, извините, чем оно занимается. И зачем оно это делает. Соответственно, у нас появляется еще один важный момент для того, чтобы все это дело различать. И в итоге у нас девять пунктов. И, как вы увидите, скоро они очень хорошо обрезают список. Следующий слайд. Как раз Алексей пишет, что еще нужна собственная политика и языкознание. Переключает слово? Нет. А, переключилось. Можно сразу следующий. Можно сразу следующий, потому что этот слайд вы все видели. И даже сразу еще, сразу через два слайда. Хотя... Да. Итак, мы получаем... Ничего, общаешься с руководителем проекта. Которым? Медицина, координаты. А, ну тогда двигаемся дальше. Итак, вот здесь сейчас начинается самое... А? Когнитивная массовая задача. Вот они решают за счет меня почему-то. Самое интересное... Да. Сейчас начинается, пожалуй, для меня самый интересный момент. А дело в том, что поскольку все когнитивные коды создавались относительно недавно и в известной мере у нас у всех на глазах, мы можем совершенно четко сказать, что был момент, когда еще не было ни одного кода. И был момент, когда появился первый код, который я в дальнейшем называю первородный. Совершенно понятно, что после того, как появился первородный код, все, кому не лень, начали его у себя копировать. И вот здесь возникает сразу несколько вариантов. Первый вариант. Вы скопировали код. Он уничтожил местный и занял его место. Бывает, хотя и редко. С нашей точки зрения неинтересно. Второй вариант. Смотрите, а проблема заключается в следующем. Когда вы копируете чужой код. Когда у вас появляется, если не массовая когнитивная задача, то по меньшей мере намек на то, что она вот-вот появится, и что это неплохо бы научиться делать. А это означает, что у вас уже началось движение вашего культурного кода в сторону возникновения своего когнитивного. У вас возник то, что я называю пракод или палео-код. Это мнение культурного кода данной нации, как решать когнитивные задачи. Как правило, жутко архаичное. Как правило, плохо работающее. Но оно есть. Дальше возможны варианты. Первый. Из него возник первородный код, который после этого старый палео давно забыт, а новый код теперь есть, и он для всех. Второй. Вы не успели. Кто-то сделал первый код раньше. А поскольку всем хотят иметь медицину, армию, навигацию, вы это точно будете срисовывать. Будете приглашать ученых, специалистов, книжки покупать за рубежом. И будет создавать у себя заимствованный код. И вот дальше, как я уже сказал, идут варианты. Вариант первый. Самый понятный и простой. Своего кода в общем и не было. Пришедший встал на его место, и никаких проблем не возникло. Кроме одной. Ну, есть у вас код, только он не ваш. А так есть, все нормально, даже работает как-то. Второй вариант. Самый вероятный. Ваш код и чужой код займут жесткое бинарное противостояние. Но, как я по этому поводу говорю, для России, она вполне понятная ситуация. То есть, любой код с русским. Позиция российского, российской империи, царской, ученого, по отношению к русскому когнитивному коду, построенному на православии. Что за бред? Позиция нормального религиозного философа на высказывание ученого. Это вовсе вред. Два кода находятся в жестком противостоянии. Убить полностью один не удается. Но уж будем говорить так. Уж если не удалось это сделать большевикам, то шансов сделать это при царской империи было 0,0%. Убить заимствованный код тоже не удается. Потому что, извините, Россия великая держава. Броненосца строить надо. И пушки тоже иметь неплохо. Оба кода существуют. Оба кода не приемлят друг друга. На противоречии бывают смешные вещи. Например, может возникнуть славянофильство и западничество. Как два решения данного противоречия. И это далеко не только наши проблемы. Например, на таком же противоречии в Германии спокойно возникла арийская физика и теория вечного льда. И никто особо не мучился. Эти проекты важны для той страны, куда код внедрен. Но вообще говоря, для всего остального мейнстрима без разницы, есть это или нет. Но, кстати, ведь, между прочим, зеротеизм – это тоже некое решение, причем проект. А ты подожди до зеротеизма. Мы до него не дошли. И сильно. Это действительно решение. Оно действительно проектное. Но чуть-чуть не здесь. Оно понадобится нам еще. И вот здесь как раз я хотел сказать то, чего сейчас вспомнил Сергей. И то, что нам будет в дальнейшем важно. Бывает еще ситуация, когда по некоторым причинам, проектно или непроектно, два кода начинают взаимодействовать настолько жестко и сильно, что на основании этого взаимодействия появляется что-то свое. Отличное и от исходного субстрата, и от того, что было заимствовано у вероятного противника. Причем это означает, что может появиться два разных своих. Да. И два, и даже больше. Ну, как минимум. Да. Третий закон. И вот это довольно любопытно. Поскольку позволяет понять, что происходило с некоторыми странами. Наташа, если можно, сразу два слайдика пропустить и перейти к палеокодам. Я начал анализ того, что посчитал возможные палеокоды, а потом начал смотреть, что на их основании делалось, как это взаимодействовало друг с другом, и с учетом ограничений по квантмеху и фантастики, что осталось в итоге. Итак, по палеокодам. Ну, поскольку наша европейская цивилизация считает себя происходящей от Рима, а Рим от Греции, а Греция от Египта, первый палеокод у нас египетский. Мы бы, конечно, и дальше залезли в глубину истории, но там не было письменности, поэтому не получается. Что взял Египет? Первая монополия на разум. И до сих пор наше мышление сохраняет эту монополию. Собственно, скандалы по поводу искусственного интеллекта. Чем обе стороны этого скандала? Искусственный интеллект нас скоро высеснет, и никакого искусственного интеллекта нет. Все это хайп. И то, и другое – это свидетельство реакции на потерю монополия. Деревативность мышления. Ну, наука сохраняет это с удовольствием до сих пор. Основная часть науки – это комментарий к комментарию, к комментарию, к комментарию и так далее. Социальная выделенность слоя грамотных. Ну, не будем показывать пальцем на социальную выделенность слоя ученых в современном мире. Что еще интересного мы взяли от Египта? Импринт сборки неоднородного, импринт семиотики с языковыми и неязыковыми символами, включая пирамида. Ну, с неязыковыми символами мы работать так толком и не научились. Чуть получше было у Советского Союза и фашистской Германии, чуть похуже у всех остальных. Но зато семиотику развивали потом очень даже неплохо. В общем и целом, этот код найдется у всех. Следующий слайд. Следующий слайд – это у нас, естественно, Финикия-Карфаген. Мы уже пропустили здесь даже до Осирии, но тогда про Финикию и Карфаген тоже самое понятно. А Финикия-Карфагенский код нам будет очень нужен в ближайшие 50 лет. Мы, наверное, будем его задействовать всеми возможными способами и даже пытаться реанимировать мертвого. А реально по жизни Финикийский код нам дал паттерн странствий, географических открытий и паттерн империи в виде не территории, а графа, где есть отдельные точки и отдельно соединяющих линии. А все остальное ни Карфаген, ни Финикию не интересовало от слова совсем. Совершенно очевидно, что когда возникнет космическая общность, она просто не может быть ничем иным, кроме подобного графа. Соответственно, там мы будем очень широко использовать данный паттерн. А вообще Финикийский паттерн был отправлен довольно далеко, в Португалию. Кусочки его получили Португалия, Испания, Великобритания. И от Великобритании кое-что получили отсюда и мы. Но надо иметь в виду, что для России португальский код совершенно не имманентен. Мы же предпочитаем большие территории с хорой, а вовсе не ту картинку, которая была. Очень важная ситуация с Ассирией. На самом деле, я вот 16-го буду делать доклад о космополисах, в значительной мере буду заниматься тем, что может получиться из-за сирийского безумия в условиях крайне удаленности Земли. А пока скажу следующее. Ассирия – это крайне жестокое мышление, практика расчеловечивания всех. Но, смотрите, расчеловечивать можно своих, чужих и всех подряд. Было бы желание. А сама по себе идея заключается в том, что имеется некоторый очень узкий слой людей, все же остальные есть нелюди, по отношению к которым можно делать все, что угодно. Надо иметь в виду, что Ассирия создала первую библиотеку. Ассирия создала первые вменяемые каталоги. Вообще идея каталогизации еще до Аристотеля. И получилось так, что ассирийский палеокод достался всем. Я даже позволю себе сказать, что в подсознании каждого ученого живет ассирийское безумие, суть которого – только мы, ученые, являемся людьми, все остальные людьми не являются. Мы, может, даже и не желаем им ничего плохого, но, в принципе, нам без разницы, что с ними будет. Читаем советскую литературу о науке, читаем западную литературу о науке, читаем американскую литературу по науке, и мы все время будем находить в подсознании вот это. И не только в подсознании. Читаем товарища Швабасова с его великой перезагрузкой. Извините, дамы и господа, это не подсознание, это уже сознание. То есть это уже ассирийское безумие, вырвавшееся в реалии. Причем, с учетом того, сколько народу желает погубить Шваб, я позволю себе сказать, что ассирийские владыки нервно плачут в сторонке. И внедрение религии из людей. И говорят фразочки типа, а что, так можно было? Понятно, что Германия. Мы потом еще раз с этим столкнемся. Но, в принципе, уже сейчас понятно, что Третий Рейх – это как раз ситуация, где опять же ассирийское безумие работало на уровне сознания и совершенно сознательно применялось. Крит. Крит – это у нас сплошные парадоксы. Мы имеем военный флот, но не торгуем. В комментарии, зачем нам военный флот? Мы имеем армию, но не строим, и умеем строить все, что угодно, но не строим укреплений. И армию не вооружаем. Ибо зачем? Мы строим гигантские здания, но эти здания не являются ни храмом, ни дворцами. И вообще непонятно, чем они являются, а главное, зачем мы их построили. Мы умеем писать, у нас есть письменность, но мы ничего писать не хотим, кроме электронных таблиц, где что хранится и зачем. И вот этот парадокс, да, мы имеем государство, четко выраженное, и не имеем классового общества. И это развлечение продолжается полторы тысячи лет. То есть это так, как это, многим государствам можно позавидовать. Палеокот, да, еще у нас, ко всему прочему, две базовые идеи. Идея лабиринта, как способа существования, архитектурно заданного и сложного, и идея полета человека. Греки это связывают с Критом, и, похоже, не ошибаются, что и то, и другое там было. Критский Палеокот, в общем, мало где существует, он добрался до России, но не до всей. Базовая проблема здесь в следующем. Крит это не цивилизация, Крит это страна, это простое время при сложенном пространстве. Поэтому, например, в Западной Европе этот код взаимодействовать в принципе не может. А вот Россия через Сибирь и Алтай Критские элементы кода может брать. И, в общем, может даже что-то умное получиться. А следующий слайд. Ну, Микен и Греция. С ним здесь тоже все абсолютно самоочевидно. А в каком смысле? Ну, в общем, все, что есть в современном мышлении, это Греция. Греция это спа-баланс, Греция это философия, Греция это математика и бесконечно мало, это логика, поэтика, это линейное время, это само по себе идея сложного времени хронос и кайрос, как два типа времени, это работа с бинарными противоречиями, это понимание, что не все противоречия бинарные, это греческий парадокс, это универсализм. В общем, чего ни глянь, все у вас имеет основанием Грецию. По Хайдегеру, в Россию греческий код передан прямо, в Европу через посредника в виде Рима. Хайдегер чуть-чуть ошибался. То есть, насчет Европы он абсолютно прав, но и с Россией все не так просто. В Россию он тоже передан через посредника. Через Византию. Через Византию. И это имело большое и негативное значение для России. Персия. Персия могла передать многостоличность, мозаичность и дуалистичность. Ну, дуалистичность у нее взяли христиане, по крайней мере, та категория, которую я рассматривала, дуалистичность Бога и сатаны. В современном христианстве это, мягко выражаясь, не принято, но моменты были, когда это использовалось. Соответственно, мозаичность и многостоличность не взял никто. Разве что многостоличность, возможно, взяли Штаты. Если рассматривать структуру с американских Штатов именно как многостоличный мультистейт, что, по-моему, похоже на правду. Здесь вопрос скорее к Сергею. Ну, очень немного. В общем, тоже не. Да. Ну, конечно же, Австро-Венгрия, но где же она теперь есть? Вот, кстати, Австро-Венгрия, да. Австро-Венгрия, да. Если бы она сохранилась, мы бы говорили о персидском влиянии. А где у Швейцарии? Более того, а где у Швейцарии? У нее и одной этой столицы нет. А уж многостоличность. А вот Австро-Венгрия четко имела две столицы. И, собственно, проект Франца Фердинанда, того, которого не вовремя убили, предполагал трех- и даже четырехстоличную версию Австро-Венгрии. Третья столица – это, естественно, Прага. А четвертая – Загреб. А четвертая – Загреб. Поэтому, да, если бы Австро-Венгрия выжила, было бы очень интересно, но она не выжила. Рим. Ну, вообще-то, между прочим, Россия вот может сейчас это получить. Россия может получить, опять же, вот то, что я буду рассказывать, 16 декабря о Бакалу-Космополисах, там очень, вероятно, заимствование именно этой схемы. Но на данный момент времени нет. Рим. Ну, что Рим? Логистика. Да, да. Там уже Персию мы проехали. Да. Рим – это логистика. Рим – это юриспруденция. Рим – это передача культурного кода в Европу. Рим – это способы организации познания. Вообще, если вы ищете способы организации чего бы то ни было, начиная от свалок и заканчивая познанием, это Рим. Если вы ищете, как что-то делать, ничего не организуя, это Греция. А теперь, понимаете, внимательно отдыхать. В общем, от Персии мы одну вещь что-то получили. Это вечный огонь. В культурный код – да. В когнитивный – я не знаю, что туда попадает. Ну, надо думать. Что еще Рим? Рим – это, конечно, идея сингтенка. Ну, в общем, сейчас активно используются всеми, кому не лень. Кому лень, тоже используют. А где был Лимитин сингтенка? Кружок Сцепиона Младшего. Ну, классический совершенно сингтенк. Но потом, кстати, из… Кружок Синейки. Кружок Синейки. Потом, извини, кто у нас был за августом? Тиберий. Тиберий. А нет, не Тиберий. Клавдий. Клавдий. Нет, Тиберий был за августом, но я имею в виду, что это Клавдий. А Клавдий, собственно, сингтенк просто создал для обеспечения управленческой деятельности в Риме. В общем, в плане сингтенков было порядочное. Да. Но Рим это, в общем, умело практиковал. Да. С тех пор тоже все это делают. Византия. Прошу любить и жаловать, потому что мы получили, к сожалению, Грецию не от Греции, а от Византии. Византия – это богословие, философия, представление о том, что мудрость – это результаты самостоятельного духовных исканий, а вовсе не образования. Исихазм? Да. Идея абсолютной иерархии. Вообще все иерархические схемы, настоящие, работающие, восходят к Византии. Идея служения. И очень важный момент – это симфония духовного и светского в управлении и в познании. А у нашего гостя на предыдущем лабораториуме товарища Рыбакова и в его модели и в деятельности тоже проходят. А у нас это идет именно так. Следующую картинку я просто попрошу Наташу на секундочку показать, потому что она красивая, но она не имеет для нас большого значения. Ну вот, собственно, это все рассказано в варианте взаимных связей, но просто схемка нарисована красиво, мне хотелось, чтобы вы ее увидели. Что, откуда, как и почему. А дальше мы начинаем потихонечку считать цивилизацию и считать коды. А евроатлантическая... А как это ты здесь не выделяешь? Выделю, выделю, да, это, пока мы до них не дожили. Пока у нас передача палеокодов идущих. Это еще пока не коды, это палеокоды. Итак, по палеокодам. Есть европейские и русские, где Европа – это Греция, Рим, а Россия – это Крит, Греция, Византия. Южноазиатская цивилизация своего палеокода не имеет. У нее есть варновый код, доступный брахманам. А вот с восточноазиатской цивилизацией по парибку все интереснее. Есть конфуцианская, какая-никакая, но трансцеденция. Есть письменность иероглифика. Есть мышление, как запоминание. Заметьте, принципиальное противоречие. Вот у них точно мудрость – это результат запоминания, мудрость – это результат образования, а вовсе не собственно духовное искание. Мышление, как эстетика. Афразиатская цивилизация. Суфийский палеокод с сильно развитой математикой, логикой смысла по Смирнову, своей географией, своими социальностями. И вроде на уровне палеокодов вот у нас получается такая пятерочка. Наташа, надо прокрутить, причем не один слайд, а сразу два. Хотя, в принципе, наверное… Ну ладно, пускай будет последовательно. Да, два. Я скажу, когда… Стоп. Ну пока еще все тут же. А что мы здесь имеем? Итак, мы имеем 4 или 5, считая, брахманов-палеокодов. 11 трансценденций, способных породить когнитивные коды. В перечислении язычество, индуизм, буддизм, конфуцианство, православие, католицизм, протестантизм, ислам, зеротеизм, постмодерн, он же релятивизм и классический современный научный атеизм. Имеем 11 языков, из которых 6 живых. Китайский, арабский, итальянский, французский, немецкий, русский, естественно, английский. Есть ограничения по квантмеху, есть ограничения по фантастике. Таким образом, у нас подозрительно собственные культурные коды, собственные когнитивные коды. Великобритания, США, Россия, Польша, Италия, Швеция. Далее, понятно, почему Швеция. У них проблема с интерпретацией квантовой механики, но есть собственная фантастика и есть свои изменения в трансцензенции. Далее Китай. На мой взгляд, Китай сейчас заканчивает создание своего когнитивного кода, и вот-вот мы сможем с ним работать как с целым. Но у него еще не произошел синтез. Какой синтез, скажу чуть позже. Далее в списке подозреваемых Франция, Австрия, Бельгия, Германия, Швейцария. С отставаниями Япония, Венгрия, Болгария и в теоретической перспективе арабский код, вероятно, в двух версиях. Собственно, арабский и персидский. Они должны будут довольно сильно различаться, потому что языки уж очень различны. Сергей Борисович, я прошу прощения, но вот если оставить только живые, английского почему-то нет? Нет, я его зачитал в списке. Нет, он, конечно, есть. Есть, по Фрейду, по Фрейду. Нет, на самом деле как раз не по Фрейду. Просто с него началось, и я считал остальные языки. То есть, поскольку английский первородный код, и вопрос о его существовании не встает, он очевидно есть. Все, теперь понял. То я считал остальные. Так, и если можно, дальше повернуть надо. И вот это вот уже интересно. Смотрите. Вот теперь мы будем делать таблицу Е. И исходный когнитивный код. Это то, что делали Бекон, Ньютон с участием Лейбница. То, что было сделано в Великобритании. То, что стало основой промышленной революции и когнитивной революции. Британия дожила с этим кодом. Но вот я не знаю, до Первой или Мировой войны или все случилось раньше. Возможно, все закончилось раньше. Поэтому я здесь сказал бы так, Первая мировая война – это верхний предел. А может быть, не Первая мировая, а Квант-Мех? Нет, там не в этом немножко проблема. Там проблема с транссиденцией. Значит, откуда? Палео-код Греция-Рим. Язык в латыни английский. В том-то и дело. Они в тот момент, где они потеряли англиканство, дело в том, что есть код, очень похожий на Е. Это Е0. Е0 – это, я его называю, собственно, здесь уже есть на этой схеме, что такое Е0. Е0 – это версия кода Е для попуасов. Экспортная версия. Как сделается экспортная версия? Из нее убирается транссиденция. Ну, просто потому, что транссиденция плохо передается. Никто же это не делал специально. Но приезжающие русские православные, разумеется, не брали с собой, ну, или там немецкие протестанты, разумеется, не брали у себя транссидентную часть этого кода. Вот и получился Е0. То, что легко передается, и куда можно, в принципе, вставлять свою транссиденцию. Но поскольку вставляется-то она плохо, то Е0 очень быстро получил свою транссиденцию в формате атеизма. То есть, это стал атеистический код. И в этом плане Сергей Прав, говоря о том, что уже к концу Виктории никакого там англиканства не было, а был именно атеизм. То есть, не Е0 пошел как код. А значит, что там у нас еще есть? Парадигма Бекконовско-эмпирический, транссиденция понятна, рациональность, наблюдение, эксперимент, перекрестная проверка, цель познания, познание Творца через творение, критерий истины, практика. Логика Аристотеля в основе. Что у нас получается для Е0? Для Е0 у нас немножко все проще. Для Е0 у нас цель познания могущества, само познание создания новых технологий. И это, собственно, основе Е0. Наташа, следующий слайд. Да, но слушай, но ведь это означает, что на уровень ниже в меташлифе не должен лежать. Он и лежит на уровне ниже в меташлифе. То есть, как это? Ну, таки да, согласен. Значит, что у нас получилось с Е0? Е0 у нас дальше начал трансформироваться. Первая трансформация – католическая версия. Е0, взятая католическими странами. Почему можно взять? Потому что разницы между англиканством и католичеством с точки зрения познания вообще нет. Даже с точки зрения догматики она минимальна, а уж познание нулевое. Поэтому смешивается. Но картинка сразу становится сложнее, потому что к традиции Аристотеля добавляется Платон. Но обратите внимание, здесь у вас синтез происходит сам с собой. он не требует особых усилий. И это, конечно, свой отдельный код. С другой стороны, много ли Платона осталось в католичестве к какому-нибудь в 18-м веке? Ну, немножко как это. Я сформулирую так. Достаточно, чтобы они могли всерьез смотреть, читать Аверетта. В таком масштабе да. Имеем франкофонную католическую версию Франции и Бельгии. Имеем германоязычную Австрию, в какой-то мере Швейцария. Имеем через Австро-Венгрию, венгроязычную католическую версию. И имеем итальянскую, италоязычную. Ее бы не было вообще. Но банда Ферми настолько вписала хорошо Италию в развитии физики 20-го века, что это претендует, если не на собственный код, то уж точно на живую, полную версию этого кода. Возможно, португальская конструкция. Возможно, испанская конструкция. Но они возможны. Сегодня ничего такого нет в помине. Вы можете задать вопрос про польский. А польским будет много и потом. То есть, польский, конечно, есть. Протестантская версия. Протестантская версия очень быстро стала скатываться к Е0. То есть, к атеистической. Но до конца все-таки не скатилась. В каком плане? Ничего позитивного в ней не осталось. Извините, сам протестант, имею право говорить. Но остался негатив. В протестантской версии исходного первородного культурного кода осталось представление о предопределенности, столь любимое кальвинистами. Отсюда, соответственно, любовь к таким концертам, как скрытые параметры. Значит, что получили дальше? Получили нордическую шведскую версию и англоязычную протестантскую версию, которая США. Кстати, современную Великобританию, я пишу сюда же, хотя, может, у нее и просто Е0 уже. А вот дальше следующий слайд. Как ты описываешь, там, скорее всего, как раз Е0 есть. А вот дальше ничего нет. Я бы сказал так, в США-то у нас уже похоже и тоже нет. Знаешь, я боюсь, что по США, вот то, что мы делали в свое время с Сорокиным, помните Сорокинский доклад о развитии науки в США и сборка, которую я потом делал по Сорокинскому докладу, там, похоже, влияние протестантизма все еще вполне четко чувствуется. То есть, все-таки не Е0. Ну, это Бог. Очень интересная конструкция и очень важная – Е3. Е3 – это Е0 плюс германское высокое язычество плюс ассирийский код в явной форме. То есть, это… Смотрите, обратите внимание. Здесь почему, на самом деле, немцы считали сумасшедшими учеными. В Е3 фактически минимальное количество Рима и Греции. Только от Е0, то, что они взяли. И у них после этого добавляется своя трансценденция на высоком язычестве. И идет влияние Ассирии и Древней Германии. Ну, или можно даже выразиться проще. Идет влияние Ассирии и полумезолитических культур викингов-варягов. В итоге получается страшноватенький, но очень интересный код, который не пережил Рейха. Но вполне возможно, что существует до сих пор в скрытом виде. Не будем показывать пальцем все на того же Шваба, хотя очень хочется на него показать пальцем. И, возможно, сейчас на Украине. Российская империя. А с Российской империей все оказалось очень интересно. Как я уже сказал... Вопрос можно? Да. А после Второй мировой большое количество учеников уехал в США, он мог там тоже сесть? Мог. Мог и даже наверняка осел. Но вот это уже другая деятельность. Я бы назвал это некой такой археологией культурных кодов. Я честно признаю, что просто это не сделают. Но я думаю, что вы правы. В смысле, что да. В культурном коде, да. Я думаю, в когнитивном тоже. Так вот, Россия начала с того, что у нее возник четко атеистический Е0 и собственный православный код, который с ним никак не сочетался. И все было хорошо, пока не пришел социализм. Что сделал социализм? Социализм провел колоссальную эмансипацию и включил в область решающих когнитивные задачи действительно огромная масса людей, у которых был сильнейший православный бэкграунд. Справиться с коем было невозможно, но его прекрасно подменили советским зеротеизмом. Это была проектная деятельность, а зеротеизм с православием великолепно смешиваются. Почему? Да очень просто. Что главное в православии? Главное ведь на самом деле не вера. Главное в православии подвиг веры, что означает отказ от себя во имя Бога и окружающих. Тот самый деятельность и зеротеизм. Что говорит советский зеротеизм? Он это ставит в качестве базовой задачи, при этом говорит, поможет вам Господь или не поможет, есть он или нет, есть раят или нет. Это не имеет значения, вы все равно должны таким образом действовать. То есть это категорический сихазм, деятельность сихазма в его категорической предельной форме. Поэтому они великолепно смешивались между собой. Но мало того, что они неплохо смешались, так добавилась еще и техника работы с противоречиями. А вот это неожиданно стало интересным. Потому что теперь в советском культурном коде появилось три составляющие. Когнитивно. От Европы Аристотель, он в Е0 входит. От православия, причем русского православия, безусловно Платона, и как раз там его довольно много. И наконец от марксизма Сократ, работа с противоречиями. В итоге Россия замкнула у себя СПА-баланс. С учетом того, что у нее еще и самостоятельный язык, а заимствование палеокодов идет по схеме Крит-Греция, Византия, а не Крит-Рим. В смысле, а не Греция, Рим, Европа. Мы имеем полное право сказать, что это синтез, дающий собственный культурный код. Когнитивный код. Я вечно их... В этом докладе только про когнитивные коды, поэтому все можно исправлять. Ну вот. Это получается очень красиво, но заметим, что союз этот синтез еще не получил. Дамы и господа, я хочу вас обрадовать или огорчить. Похоже, что мы и есть этот синтез. Спасибо. В том плане, что... Не выйти самих на себя. Да-да-да. В том плане, что, первое... То есть, когда мы отдохнем в СПА-балансе, до этого не было аналогов. Мы не случайно оказались теми, кто схематизировал СПА-баланс как баланс. Мы не случайно оказались теми, кто в прошлом году, ну, собственно, в 23-м, я имею в виду в прошлом году лабораториума, обосновали связи этих элементов и шаг к следующему такту развития. И с этой точки зрения, вот этот окончательный синтез, это уже постсоветское время. Разумеется, не только мы. Разумеется, тот же Дьяконов имел эту работу сделанную у себя. Разумеется, Ефремов эти вещи тоже понимал. Но, в общем, я просто имел в виду, что это поздний союз и окончательно-то выкристаллил уже, когда союз закончился, да? А сферность и наличие собственного когнитивного кода взаимосвязаны? Нет, конечно. Но это просто как бы в рамках когнитивного кода можно сделать ряд хороших работ разных. Нет, сфер... Я покажу, где идет связность. Будет, Саш, подожди. Значит, русский код, следующий слайд, не первородный, но поскольку некоторое время Советский Союз был сверхдержавой, его, естественно, его, естественно, подражали и копировали. Мы оказали влияние в области образования на Штаты, во всех областях, на Польшу, Китаю, Венгрию и Болгарию. Хорватию вы не забыли? А мы не оказали влияние на Хорватию. Нет, Хорватию я в предыдущих кодах, которые Е-коды. Может быть, и забыл. Я не ручаю, что... Я не заметил ее. Может быть, зря. Мы модифицировали венгерский код, сильно добавив туда марксизма. Мы фактически создали болгарский код. Болгарский код – это как бы их версия русского. Ну, как Англия, сделавший код Е, потом сделала Е0, которую всем, кому не лень, передала, так мы, сделавший код Р, с удовольствием передали его Болгарии, которая сделала свой код Р1. Что сформировало британскую фантастику, болгарскую фантастику, болгарский исторический роман. И вообще куча наших разговоров, которые были сделаны в семинаре по Болгарии, они, конечно, связаны с тем, что у них есть хоть и извод, но все-таки код. То есть, который вполне может работать везде. А вот что получилось действительно интересно – это Польша. Польша съела все, до чего могла дотянуться. До чего она могла дотянуться? До католического кода, с учетом того, что Польша – католическая страна. То есть, до Е-католического, Е1. До протестантского кода, с учетом того, что значительная часть Польши, большую часть истории была оккупирована протестантской Германией. До православного кода. Потому что другая часть Польши была оккупирована православной Россией. А главное, после Второй мировой войны Россия выдала Польше все эти коды уже в своей версии кода Р. То есть, в форме синтеза, зеротеизма и православия. Да еще ко всему… В итоге Польша получила тоже баланс. У нее баланс трех форм христианства. Христианство – ортодоксия, католичество и протестантизма. Собственный польский язык. Но для полноты счастья, что для поляков трагедия в культурном коде и счастье в когнитивном, поляки ухитрились еще и съесть кусок Е3. Нацистского кода. Ровно за счет того, что Польша была полностью оккупирована Германией 4 года. И как-то существовать была должна. В итоге у Польши появилось характерное для кода Е3 стремление к государственному самоубийству. Это же ассирийский код с ассирийским содержанием. А у них разве и раньше не было? Я бы сказал, успешно реализуемое. Я бы сказал, успешно реализуемое и усилившееся. Но при этом у нее получился дико сложный и дико интересный культурный код. Помните, мы когда еще культурными кодами занимались, говорили о том, что Польша уникальная страна. У нее культурный код развит слабее когнитивного. И вот сейчас мы понимаем, почему. Потому что ее когнитивный код разрушает ее культурный код. Польша живет в условии, что ей нужно срочно, в режиме бегом перейти в чью-то оккупацию. Не суть важна, в чью. И вообще все равно. В этой ситуации начнут героически бороться за свободу. И пока они это будут делать, их когнитивный код будет развиваться. И развиваться очень-очень сильно. Мы можем крайне далеко продвинуться таким образом. Что у нас есть еще? Происходит формирование китайского кода. И, кстати, фантастику уже сделали. Заметьте, к теме проектности решений. Китайцы, может, не видели нашей схемы, но поняли, что фантастику делать надо. Они еще не поняли, что надо делать свою интерпретацию квантовой теории поля. Скоро поймут и сделают. Вот за что я люблю такие вещи, как коммунистическая партия. Сказано надо сделать, люди делают. И у них получается. Код обозначим как С. Что будет интересного в Китае? Конфуцианский полиокод. Китайский язык отличный от всех остальных, потому что иероглифика. Баланс христианства, конфуцианства и марксистского зеротеизма. Совершенно нестандартный религиозный баланс. Будет крайне интересно. И этот код будет очень сильно отличаться от группы кодов Е. И, вероятнее всего, арабы будут формировать код А свой. Но пока его еще нет, это разговор о будущем. А почему христианство в Китае откуда-нибудь? Христианство в Китае? Ну, во-первых, через Е0. А, понял. Которого там сколько угодно. Во-вторых, там вообще... Во-вторых, там довольно много христиан. Причем так очень даже прилично. А если говорить о Корее, то там они даже составляют большинство. Да, Наташ, можно следующий слайдик? Очень важный вопрос с иудейским кодом. Во-первых, у иудея отдельный, очень сильный палеокод, который надо все время иметь в виду. Он палеокультурный. Но дело в том, что он превращался в когнитивный во время диаспоры. Это просто не отследить, как это происходило. Поэтому я его не записал в списке кодов. Но собственный когнитивный код Израиль создать не смог. И, кстати, для меня это базовое основание для уничтожения данного государства. Ибо в отсутствии собственного когнитивного кода ценность его строго равна нулю. Зато новая диаспора с вероятностью 99,9% приведет к созданию собственного когнитивного кода иудейского. Комментарий Кошелота в скобках. И непонятно, как нам к этому относиться. А до этого они такие не пользуются? До этого они пользовались своим палеокодом когнитивным и Е0. Причем у них вот эта классика. Е0 и палеокод находятся в режиме жесткого бинарного противоречия. И ровно как в Российской империи. Бред-вред. У них синтез не произошел. Поэтому не возник собственный код. А так они в общеевропейском коде Е0 прекрасно работают. Кто бы спорил. Обратите внимание, если внимательно изучать иудейский код, то вы заметите, что даже в физике у нас он есть. В виде специальной теории относительности. При том, что Эйнштейн был, мягко выражаясь, нигде не иудаист. Но мышление, созданное поколениями, оно все равно это впитывает в себя. Общие теории относительности. А также модели. Темная материя и темная энергия. Поэтому у нас это есть, но, к сожалению, код не проявился. Ну, а теперь, дамы и господа, вот вам география кодов. Обратите внимание, что мы таки ответили на вопрос, с которого я начинал. А именно, как у нас насчет того, что в мире есть одна наука? Ответ – да. Почти все коды имеют основаниями разные изводы кода Е. И в этом плане, да, большая часть науки, она единая. Другой вопрос, что Е1 и Е2, в общем, отличаются. И даже Е1-1 и Е1-2 отличаются. Тем не менее, общие их корни вполне четко видны. Но, смотрите, кроме группы кодов Е, у нас есть, хоть и маленькая, но группа кодов R. У нас есть отдельный код P, Польша, который не является изводом R, хотя с ним связан. И у нас формируются коды CE. Таким образом, я думаю, что лет через 50, вот эта схемка будет уже гораздо менее сыграна в сторону кодов Е. Сергей Дорисович, вопрос. Я не ручаюсь, что я все Е-изводы посмотрел, типа того, нет ли в Хорватии отдельного. Честно говоря, я не вижу. Скажем, я сформулировал бы так. Похоже, что Югославия пыталась создать свою модель кода, но их, как это, Австро-Венгрия пыталась создать свою модель кода на персидской основе. Югославия пыталась создать свою модель кода на австро-венгерской основе. Но ни то и ни другое не дали достаточно времени, чтобы эта работа была доведена до разумного завершения. Последний кусочек моего доклада – это то, что удалось посчитать по русскому коду. А Индии здесь нет вообще ни с какой стороны? Так ее тут и нет. Я на Индию хотел спросить. Просто если в Палео-код, да, действительно Варновый, то современности, мне кажется, там уже… Смотрите. Ой, слушай, посмотри, как они сидят в Парламенте. Пока индийский код остается Варновым, а тем самым это не когнитивный код, и он не решает массово-когнитивных задач. Я скажу еще хуже. Массовые когнитивные задачи в Индии решают код Е0. Возможно, с какими-то элементами кусочков АТР, хотя вряд ли. Связь с Англией гораздо сильнее. А индийский когнитивный код возникнет в тот момент, когда Е0 и брахманский Варновый код начнут взаимодействовать между собой. Каково взаимодействие? Сейчас нет нигде, кроме области математики. Но в области математики все стороны используют одно и то же. Не случайно индусские брахманы сказали, что именно математика вызывает у них самое большое уважение. Не случайно именно в этой области они работают больше всего. Но это та же ситуация, что была с Российской империей. Которая тоже, кстати, имея противоречие православного кода и взаимствованной Е0, очень неплохо работала в области математики. Я бы сказала примерно так, что все-таки работа Индии в области математики показывает, что это не Е0. А вот их айтишная какая-нибудь культура показывает Е0. В этом плане индийской математики, например, того же Роману Джана, это как бы другая история. Так, Наташа, я-то и считаю, что индийская математика – это решение на противоречие Е0 и исходного брахманского варнового кода. Одно из противоречений на этом противоречие. Но пока это решение на противоречие, а не создание нового синтеза. Я не вижу в Индии, чтобы там был новый синтез. Я проявец скажу, что у них реально один Роману Джан и все, а остальное их Е0. И я не вижу у арабов. Да, конечно, стараниями Смирнова, если бы Смирнов был араб вместе с Розанной и Паревком, конечно, уже был бы сделан арабский культурный код на логике смысла. И мы бы это сейчас восхищенно изучали. Когнитивный. Но пока это не сделано. По русскому коду. Самое простое – это элементы кода, которые вытекают из культурного. Свобода и воля. Свобода и воля в решении когнитивных задач. Чего хочу, то и буду делать. Но у вас же есть задание. Вы что, считаете, что я буду вот это выполнять? Мало ли, что я там подписал. Вы что думаете, я читал ТЗ? Отсюда известная фраза Островского. Русский интеллигент презирает и ненавидит своего работодателя. Свобода и воля. А что делать? Работодатель тоже ненавидит русского интеллигента. Полное неприятие про руководство интеллектуальной деятельностью. Полное неприятие работы по установившимся образцам. Обратите внимание, это идет со школы. Если вы честно ответили на вопрос, который по учебнику, вы получаете четыре. Чтобы получить пять, нужно ответить по-другому, чем в учебнике. Это в тридцатой школе было. Сейчас у нас один, сплошной и ноль. И лучше, чем там. Нет, нет. Второй момент. Нам говорят, вот китайцы, вот смотрите на китайцев. Вот они 30 лет мыли пробирки, работали лаборантами при Европе, и теперь им разрешают делать свои собственные открытия. Теперь они тоже признаны члены научного сообщества. Вот вам надо 30 лет помыть пробирки, и ваша наука будет всем принята. Ответ. Вот китайцы пусть моют пробирки. Мы у себя им можем предложить. Пробирок у нас много. Заметьте, качество, как и все качества любого кода, амбивалентное. Когда у вас все получается, это такая гордая, независимая раса. Когда у вас ничего не получается, это выглядит глупо. Сложность мышления тоже взятая прямо из культурного кода. Что приводит для России? Идея управления сложностью. Идея управления хаосом. Все внимательно смотрим на Василия Громова, который в основном по жизни и занимается. И даже зарплата за это получает. А антиномида, наверное, в последнем стадии. Ну да. Универсализм. Кстати, сразу по этому поводу нужно сказать, что универсализм русского когнитивного кода превышает универсализм Е0, который зашкаливает сам по себе по определению. Почему? А нам все равно, что есть. Е0 съели. Китайцы сделают код. Не беспокойтесь, съедим. Арабы. Да мы, по-моему, уже сами готовы сделать арабский код, потому что арабы не мучать, не телятся, а нам он уже нужен. Так и случилось, сэр. Спасибо Смирнову. И Парибку. Но при этом надо иметь в виду, что, как и всякое качество, оно амбивалентно. Насколько мы выигрываем в широте охвата, настолько мы проигрываем в глубине. Слушай, ты специально написал антимонийный? Нет, я описался. Потому что антимонийный, это антимонашеский. Нет, я описался, да. Антимония имеет в виду. Это тоже годится. Хотя в этом что-то есть. Следующий слайд, Наташа. Я пойду тебе и спросил. Да, но я не имел в этом в виду, хотя в этом что-то есть. При этом надо иметь в виду, что в этом отношении русский и иудейский, которого еще нет когнитивные коды, жестко противоположено. У нас крайне широкий фронт наступления, при не очень больших продвижениях. Ну, типа захватили там на широком фронте по 20-30 километров с десяток городов. Ну и слава богу, идея иудейского культурного кода – невероятно глубокое наступление на очень узком фронте. Для полноты счастья просто сравните, кто читал биографию. Это идеальная версия. Эйнштейн, который всю жизнь занимался ровно одним и тем же физикой пространства-времени. И Фридман, который занимался артиллерией, авиацией, метеорологией, управлением университетами, обучением народа математики, физикой пространства-времени, астрофизикой, физикой жидкостей. По дороге поправив Эйнштейна, типа, ты тут что-то не то написал, мужик, будет вот так. И вот это, собственно говоря, при этом прожил 37 лет. И вот это очень хорошо, четко можно показать, как противоречат эти два направления. При этом русский культурный когнитивный код, дико экспансивный, хочет получить все и желательно сразу. Власть над пространством и космосом, плюс русский когнитивный код, это интеллектуальная экспансия. Отсюда полные неры, отсюда сборка знаний в их операторах, отсюда стремление создать энциклопедию энциклопедий, чем, например, мы все грешим и пытаемся заниматься. Обращаю внимание, что, например, в том же Королевстве Хрустального черепа, там, героиней советского спецназа, в ситуации, где она может требовать чего угодно, требует знаний. А там ни денег, ни власти, ничего другого. Что довольно точно показывает структуру когнитивного кода. Да, при этом, поскольку у нас код очень широкий, универсальный, да, пожалуйста, готовы работать с человекомашинными системами сколько угодно. Следующий слайд все видели, поэтому долго за ним просто показать. Этот слайд взаимодействия естественного и искусственного интеллекта и управления через управление когнитивными моделями. Поляризация труда. Следующий слайд. Вырешение когнитивных задач. Стандартная русская позиция. По-моему, за исключением Фадеева, который Людвиг, все остальные здесь работали по стандартной российской схеме. Подождите, это где это? В каком месте? Задача либо решается сразу, либо не решается вообще. Мысль о том, что задачу можно решить долгим и нудным на нее воздействием, совершенно не характерна для российского когнитивного кода. Это правда. Неужели ты думаешь, что Людвиг этим занимался? Те, кто его знал, говорили, что он мог решать задачу длинно. Слушай, вот у меня есть большие сомнения. Но в принципе как это? Как человек, сдавший Людвигу за экзамен? Я сформулирую так. Похоже, что поляризация труда в познании у нас есть. Вот это и есть. Широта эпистемы. Отсюда работа со сферностью, ноосферностью и к сборке разнородного. Склонность к метафорам вместо аргументов. Так работает же. А для обеспечения финансирования метафора работает гораздо лучше аргументов. Поскольку аргумент работодатель не понимает, а метафора заставит его улыбнуться. Все эти элементы кода обусловлены двойной свободой языка и климатическими условиями. А вот теперь следующий слайд. Следующий слайд – это то, что не вытекает прямо из культурного кода. И что нужно добавить? Самая большая неприятность. К большому сожалению, русский когнитивный код не является доменным. В то время как для культурного кода доменность – его важнейшая составляющая. Почему он не доменный? Египет и Византия. От Египта – выделенность интеллектуальной работы. От Византии – жесткая иерархия интеллектуальной работы. В итоге доменных структур я, собственно, насчитал в истории России-Советского Союза ровно две прописью «две». Это КЭПС и это Совет Главных Конструкторов первые годы Королева. Уже в последующие годы это перестало работать. Это очень интересная возможность развития русского когнитивного кода. И неплохо бы этим заняться дальше всерьез. Такие вещи, как кафедра, допустим, в каком-то университете или институте. Суть домена в том, что люди работают вместе, не имея изначальной формулы связи. А в кафедре у тебя работают коллеги. Там есть формула связи. Коллективность мышления в науке есть, так она у всех есть. Британское мышление, американское в науке точно так же коллективно, как и любое другое. Поскольку самомышление коллективно. А вот доменности в мышлении, которая могла бы быть важным элементом когнитивного кода. И именно потому, что люди с разным бэкграундом мыслят по-разному. И если мы соединяем их мышление в единую конструкцию, может получиться что-то иное. Смотрите, чтобы получить свой аналог домена, Георгий Петрович придумал АДИ. Что такое АДИ? Это соединение разнородных людей с разными. Они в течение АДИ, вернее в течение короткого периода выхода из АДИ, играют роль локально созданного домена. На позитивных эмоциях Тигра делала то же самое под названием реактор. Вот надо делать эти попутки. Они опять вылезли сюда. Посмотрите, попутки это очень важная штука. Мы через них домены создадим. Потому что я их уже исправляла. Я же читала все эти презентации. Вот они опять здесь. Я, кстати, хочу Фрэнсису тоже ответить. В 60-е годы, во времена, так сказать, относительно интеллектуальной свободы, было несколько попыток создать междисциплинарные рабочие группы в разных областях. В общем, все они закончились чрезвычайно плохо. Причем, отнюдь, не по тем причинам, по которым сейчас думают. То есть, КГБ здесь было ни при чем. Все свелось, на самом деле, к резкому усилению внутренних конфликтов, скандалов, выяснением отношений. И вообще, читайте, Рыбакова «Очак на башню». То есть, там явно была какая-то психологическая причина, почему доменная структура в культурном ходе работает, а в когнитивном ходе работает. Ну, с моей точки зрения, именно влияние Ассирии. А вот и Ассирии тоже. Ты хочешь сказать, что я говорился по делу? Вот мне кажется, что ты говорился по делу. Понимаешь, у меня вот давно сидит в голове, вот обрати внимание, вот Азимов придумал два способа решения, обвинения обхода первого закона о работе. На солярии это было разделение труда, глубочайшее, а на авруе это было расчеловечивание. Вернее, наоборот. На солярии расчеловечивание, но не важно. Ну, не важно. Ну, мы поняли друг друга. Сережа, и более того, так тут, наверное, меня будет слышно, я хотела бы сказать следующее, что если Е0 нам как бы экспортирует простую триаду, как бы деньги, власть, легитимность денег и власти, то в Советском Союзе, если вот верить сейчас озарению Шилова, что там была ассирийская безумие, не надо было ни денег, ни власти, но легитимность своего исследования и убеждений, касавшихся его, была настолько велика, что другого хотелось убить. Ну, это, в общем, довольно очевидно. Если, в принципе, я считаю доказанным, мы здесь вот даже в обсуждении здесь прозвучать, можно сказать, что не является доменным однозначно, да? Но, с другой стороны, мы даже просто прикидывая так, мы непрерывно видим стремление к образованию доменных структур. Потому что в культурном коде доменная структура является собой основу. В том-то и противоречие, а в когнитивном нет. Собственно говоря, вот этот вопрос решения этого противоречия, на сегодняшний момент, является, на мой взгляд, наверное, одной из самых ценных вещей, которая, ну, постановка самого вопроса. Потому что, если мы наблюдаем эффект, да, что, причем, замечу, да, у нас схлопывание доменных, самостоятельно образующихся доменных структур, которые каждый, наверное, даже сам может назвать целую кучу, да, они осуществляются с колоссальным выбросом энергии, схлопывание их, существование и схлопывание. То есть мы фиксируем, что у нас они образуются, они работают и схлопываются. Ну, грубо говоря, как-то использовать в мирных целях, как только мы решим эту проблему, я считаю, что это будет уникальным. — Ты уже здесь сказал, ты зачем сейчас его повторяешь? Дальше, пожалуйста. — От православия прежде всего мы получаем апофатичность. И я бы сказал, что нам нужно, наконец, осознать, что значительная часть культурного кода России — апофатичность познания. Работа в логике — это не. Это не похоже на. И это довольно сильный момент, потому что мы, похоже, это плохо рефлексируем. Ну, естественно, еще у нас от православия способность работать с когнитивными пределами, поскольку православие вообще обожает работать с пределами, разрешает это и рекомендует это. Работа с невидимым, нематериальным, неутилитарным и так далее. Платоновской традиции. Очень любопытный момент. От Е с ноликом, и в частности, сколько мы получили Е с ноликом через протестантские страны, мы имеем детерминизм. С другой стороны, от православия мы имеем свободу воли. В итоге мы имеем детерминизм и индетерминизм в очень сильных позициях. Между собой они образуют противоречия. И было бы дико интересно посмотреть, а какие тут, в принципе, возможны решения. Их может быть довольно много. От того, что у нас имеет место быть диалектика, мы работаем с противоречиями, балансами, методоксами изгоев и вообще методоксами произвольных размерностей. А что у нас получается хорошо, естественно. Поэтому, например, социопиктограмма – очень хорошая техника для русского когнитивного кода, и вряд ли она будет заимствована серьезно тем же Западом. Ровно потому, что они фактически не работают в сократовской традиции. Она вся в ней сделана. Ну, понятно, что Аристос и Любек у нас, конечно, есть, куда они денутся. Работа со спа-балансом как с единым целым. Отсюда греческий парадокс. Отсюда способность… Смотрите, ведь на самом деле, обратите внимание хотя бы на опыт РК-39. Но не было ни для кого из нас проблемой ни осознания существования когнитивных пределов, ни осознания того, что когнитивных парадемок вообще-то много, и их может быть даже сколь угодно много. Ну и что? Не было проблемы создавать следующую. Опять же, почему? Ну, это же, в общем, техническая работа, понятно, что делать. Обратите внимание, что в большинстве структур Е вы, в принципе, не можете нормально поставить такую задачу. Например, потому что она противоречит принципу исключения третьего. Вы же обязаны в этой ситуации в какой-то момент пользоваться двумя эпистемами, старой и новой парадигмой. Вот вам исключение третьего уже и не работает. Там много причин, где оно не работает, но в частности это. Итого, общая схема. Происхождение Греция, Византия, влияние Голландия, Германия, Великобритания, США, теги мышления, апофатика, парадокс, методокс, предел, свобода воли, сборка, изгуй. Структура кода в первой позиции – апофатичность, во второй – сложность, парадоксальность, методоксальность, схематизм, геометризм. В мышлении – очень важная сторона и позитивная, и негативная, как и все, впрочем. Сильное внимание при отсутствии длинной воли. А вот длинная воля всю жизнь заниматься одной и той же работой практически нет как таковой. Работа с когнитивными пределами, свобода воли, широта эпистемы, сферность, ноосферность, способность к сборке. Мышление русского необязательно, недисциплинированно. Что в позитивном залоге, мультидисциплинированности. У нас есть все дисциплинированности, о которых человек только слышал. Мы их, правда, не различаем, а, как правило, не путаем между собой. Нам это сильно не мешает. Свобода мышления, нежелание соблюдать правила, хотя бы даже и когнитивные, хотя бы даже и самим собой придуманные. Классический пример. Стоило мне в 16-м году придумать, соответственно, онтологический, мета-онтологический тор, как в том 16-м году Шилов с Ревковым тут же придумали «Черную дорогу». Поскольку раз появилось правило, нужно обязательно придумать, где и как его надо нарушить. Иначе жить невозможно. Включение подчеркивает правила. СПА-баланс, греческий парадокс, работа с когнитивными парадигмами, с человекомашинными системами. Так, Наташа, можно сразу перейти на слайдик с табличкой? А слайдик с табличкой, он тоже нужен только для того, чтобы на него посмотреть. Это, собственно говоря, схематизация работы над русским когнитивным кодом. То есть, это исходные факторы, географические, исторические, языковые и так далее. Получены на их основании факторы культурного кода. И дальше идут факторы когнитивного кода по порядкам от первого до седьмого. Ну, а вось как-нибудь передвинется. Если нет, то это не так важно. По классической трехоясевой схеме. Да, языковое составляющее. В основном русский язык, в меньший английский. Кстати, из этого следует, что желание перевести преподавание части дисциплин на английский язык с точки зрения интересов культурного кода России просто ошибочно. А извините, это было не очевидно с самого начала? Не знаю. Многие говорят, что нет. Тем не менее, английский язык значим, поэтому учить его придется. После английского у нас идет немножко греческого, немножко французского, немножко немецкого. Но так и хочется сказать, немножко латыни, но я думаю, даже немножко парсидского. Но все это в следовых количествах. По трансценденциям. Православие и зеротеизм в огромных объемах. Поменьше протестантизма. Но тоже прилично, фактически, баланс. Очень чуть-чуть от раннего язычества. И очень чуть-чуть за последние 30 лет от модернизма, релятивизма, постмодерна и так далее. По эпистемам. Как и раньше, эпистемы у нас – это все. Изменено состояние сознания, власть, авторитет, откровение, рассуждение, диалог, умозрение, опыт, вычисление, формула, рисунки, схемы, чертежи. Единственное, чего у нас не хватает – это закона. Наше мышление настолько незаконно, что мы даже из эпистемы это вычеркнули, решившим, что все равно работать не будет. Ну и последний слайд, который я хотел показать – это возможные пути развития русского культурного кода. Пришев рассказал бы так. Это можно понять в прогностической логике, типа «так должно быть». А можно понять в задачной логике, типа «а давайте так сделаем». Первое – становление доменных образовательных когнитивных структур. Именно образовательных. Образовательные домены. Этим активно занимались большевики в 30-е годы. И надо сейчас их практику поднять. Образовательные домены – это когда у вас группа учится как единое целое, один за нее сдает экзамен. Вторая задача. Становление человека машинно имеется в виду человека-яишной инфраструктуры познания. Третье – синтез научного познания и богословия. Кафедра математики и теоретической физики в духовных академиях. Преподавание теологии и философии студентам-естественникам в той форме, в которой они это смогут слушать. Не сходя с ума и не устраивая скандалов. Участие ученых в духовных собраниях. Участие священников в светских научных конференциях. Мы, кстати, пробовали уже в Усть-качке. Очень болезненно, но работает. Причем так реально работает. Но и реально болезненно. Создание собственной новой когнитивной парадигмы. Перевести техпакет мышления в техсборку мышления. Задача чисто моя. И она на один раз, но ее сделать все равно надо. Потому что в техпакет мышления, мышление системно. Похоже, что в РУ и это хорошо как раз для Е-системы. А для Р-системы нам, похоже, нужна сферная конструкция. И система нас не устраивает. Сборка знаний. Апофатический учебник физики. Сборочный учебник физики. Поэтические научные тексты. Вспоминает товарища Шилова. Поведай, куда ты летишь, электрон богоравный. И, наконец, завершение работы со спа-балансом. Вот это примерная группа работ, которые получаются из оценки когнитивного поля. Ну и заканчивая свой доклад и закрывая презентацию, которая у нас уже закрылась сама собой. Что не может не радовать. А я замечу по этому поводу. что наличие своей канонической территории, своего языка, своего культурного и когнитивного кода и, наконец, своей версии схемы мыследеятельности в языке меташлифена дает нам, безусловно, возможность считать Россию цивилизацией. Хорошей или плохой, имеющей перспективы или их не имеющей, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, числить ее как цивилизацию мы, наверное, имеем право. Вообще-то у меня все. Друзья, можно несколько вопросов. Спасибо Паше, очень хорошую проблему обозначил. Она реально нам нужна для решения просто. Вот смотрите, доменность как раз не свойственна сегодня науке и мыслительным группам. Это так. Нет, ну где-то она еще живет. Нет, я имею в виду в науке, и она не живет. Пожалуйста. У меня вопрос. А сколько тогда, с вашей точки зрения, Сергей Борисович, сейчас существует цивилизация? Спасибо. Вообще-то это тема данного лабораториума. То есть суббота и воскресенье. Смотрите, здесь картинка следующая. Как ни смешно, наилучший ответ с моей стороны, я не знаю. Дело в том, что у меня, и это в худшем положении, чем все. Я делал большой доклад по спектроскопии цивилизаций. Я знаю кучу способов, соответственно, цивилизации определять. И у меня пока нет способа, который мне бы казался правильным. То есть я могу пользоваться всеми, но своего у меня нет. Когда-то у меня был свой способ, он выделял 27 цивилизаций. Понятно, почему три в кубе, а я всегда любил балансы. Там, соответственно, такая же точно схема. Но там, ну или хотите, это можно и методоксом считать, ровно та же самая конструкция. Но базовая ситуация, что даже мне было видно, что из этих 27 цивилизаций штук пять можно наблюдать в какой-то реальности, включая давно вымершие. Еще штук пять фантастики. А остальных вариантов нет вообще. Что означало, что моделька, может, и хорошая, но абсолютно умозрительная, никакого отношения к реалу не имеющая. Поэтому я сформулирую так. У меня сейчас ответа на этот вопрос нет. Я могу обосновать любой ответ от трех до восьми. Так, спасибо. Еще кто, что хочет спросить, у нас после такого обильного доклада будет перерыв, и два доклада после перерыва будут. Тут Алексей спрашивал, почему ИАФ, нет, этот самый ИАФ, не домен, институт ядерной физики, как я понимаю. Чего? ИАФ не домен? Почему не домен? Вот он, ну, то есть, я так понимаю, ты здесь... Он был доменом. Это то, про что Шилов говорил. А все институты были доменом. Еще раз. У тебя вопрос, да? Структуры коллегиального члена не относятся к домену. Суть домена в том, что совместно мыслят разные люди, имеющие разное образование и разную подготовку. С этой точки зрения КЭПС был доменом. Там были люди совершенно разных мест, многие из которых там оказались почти случайно в этом месте. Но они работали вместе. С этой точки зрения, например, РК-39 как структура, я не знаю, можно ли его считать историческим центром, но что он доменный, он безусловно. Не существует общего правила, объясняющего, кто здесь и каким образом оказался. Каждый оказался своим путем и своим способом. Наверное, такие структуры были еще. Возможно, все основания к тому, что СМД кружок, промыслятельный кружок, ГП, в свое время много чего сделал, закрыто, связано с тем, что... А ты без микрофона говоришь? Вот отлично. А я его Стасу отдала. Что он тоже был доменной структурой, а матики тоже доменной структурой. Так, давайте сейчас вот как бы ответил и ответил. А теперь у Стаса вопрос, потому что с одним микрофоном вот такое получается. Сергей Ильич, я просмотрел, либо не увидел немецкий когнитивный код. Был, да? Потому что он как бы сильно отличается. Было даже два. Два, да. Ну, значит, австрийский был и нацистский был. Нет, нет, был нацистский, и немецкий был австрийский. То есть, последний момент... Идите туда разговаривать, а? Нет, у меня один вопрос. Последний. Глобализация, информатизация на когнитивные коды, на сплащивание их. Насколько быстро повлияет, с твоей точки зрения? А вот у меня сложилось впечатление, что не повлияло вообще. По культурным кодам глобализация прошлась катком, разрушив их огромное количество. Но в те коды, которые я здесь нарисовал, ни один из них никак не поменялся в условиях глобализации. И никуда отсюда не деться. И как не смешно, проблема здесь в том, что когнитивные коды, будучи предустановками мышления, вообще не рефлексируются. В качестве простого примера. Есть у нас католический когнитивный код. Ну, скажем, франко-католический, сейчас не суть важна. Это означает, что люди, которые в нем живут, будут исходить из свободы воли, а тем самым из принципиальной натерминированности мира. Но они же не знают, что они исходят из свободы воли и натерминированности. Им просто не нравятся детерминированные детерминистские трактовки. Они выступают против них. И их довольно много. Если их спросить, они скажут, что они существуют в едином поле, которое во всей Земле одно и то же у всех. Но при этом это единое поле дает одним людям одни ответы, а другим другие. Даже в чисто физической области типа квантмеха. И ничего с этим не сделать. Вот и в языкознании много еще где. И в математике, и в топологии. Поэтому, с моей точки зрения, глобализация вообще не затронула раздел когнитивных кодов. Самое смешное другое. Глобализация разрушает трансцеденцию. В этом смысле да. И число людей, способных поддерживать сложные когнитивные коды, она уменьшает. Но, в принципе, их никогда дикое количество не было нужно. А для решения массовых задач остается Е0. А Е0 – атеистический код изначально. Но я сформулирую так. Так те, что возникли, ничего с ними не стало от глобализации. Ну, либо они вымерли уже до этого. Либо, да, они умерли раньше. Я обращаю внимание всегда, что когда Стас задает вопрос, значит, дело плохо. И я его вопрос слышу о том, что да, с культурными кодами прошлись катком при помощи глобализации. Какой будет следующий процесс, я так слышу, Стаса, который пройдется также по когнитивным островкам. Потому что Сережа только что сказал, что достаточно малого количества людей, которые освоили этот код. Ну и, значит, раньше, как бы, значит, следующий процесс будет называться какая-то лизация, но что-то с ней случится. Пожалуйста. У меня вопрос, он скорее связан с тем, чем я занимаюсь. У нас тут сейчас прошел цикл семинарчиков и идет, собственно говоря, по реальностям. И у меня здесь возник вопрос, да, то есть вот совершенно однозначно, что реальность, ну скажем так, сильно, реальности больше, чем культурных кодов, да. А вот конвентивных кодов явно меньше, чем реальности, да. И с этой точки зрения у меня вопрос, нельзя ли здесь, причем понятно почему, да, скорее всего, реальности живут дольше, чем конвентивные коды, меняются просто медленнее. Конвентивный код меняется. И с этой точки зрения, вот мне хотелось бы понять, насколько вот можно ли по реальностям, которые существуют на сегодняшний момент на Земле, считать империи то, что мы, вот вопрос же стоял изначально как империи, да сколько у нас, ну, сколько цивилизаций у нас, сколько у нас цивилизаций. Ну, действительности, ну, я не буду сейчас здесь спорить, да, вот здесь вот этот вот вопрос, да, есть ли действительности без конвентивного кода? Ну, первое, не знаю. Давай, Абдану, ну, спасибо, всех запутал. Не, мне почему, все понятно, все. Ну, хорошо, правда. Первое, не знаю. Второе, скорее, да, чем нет. Скорее всего, есть действительности, для которых не построен когнитивный код. Я не случайно говорю, что минимум трех кодов мне сейчас здорово не хватает. Код иудейского, арабского и, соответственно, китайского. Но, например, если мы строим китайский код, корейский код будет крайне отличен от китайского. Поэтому, а там есть точно своя корейская действительность, она языковая своя и культурная своя и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, действительности больше просто потому, что культурные коды соответствующие не успели построить. Комментарий Кошелоток не высказанным мыслям Стаса. Идея пройтись по когнитивным кодам в условиях кризиса глобализации уже сама по себе вопросительна и сомнительна. Но главная идея пройтись по когнитивным кодам, когда коммунистическая партия Китая в лице своего политбюро дала команду создать свой когнитивный код, закончится войной 1932 года. Кстати, я не шучу. Скорее всего, с содержанием этой войны будет вопрос о том, какой из кодов дальше будет превалировать. Продолжать превалировать будет код Е. Обратите внимание, они случайно начали с Египта, с монополии на разум. Как только немцы вполне могли сосуществовать с Западом, пока они не стали создавать код Е3. Пока у них не появилась теория вечного льда и падающих лун. И полу Земли. Как только возникла вообще возможность существования другого кода, с ней пришлось справляться. Они справились с ценой создания кода R. Теперь идет задача, которая уже сейчас четко ставится. Они заявляют, нам не нужна многонациональная гигантская Российская империя, надо ее уничтожить. В действительности, разговаривают о том, что нам не нужен код R. Комментарии. Бедные поляки. После этого они останутся единственными представителями не якодов. Что с ними сделают, подумать даже страшно. Я так иду, похоже, это чувствую. Поэтому сейчас, на самом деле, с точки зрения интересов своей страны, Польша должна быть максимально на стороне России при любом раскладе. Но заметьте, возникновение кодов Ц и А это то, с чем код Е, вернее, не код Е. Коду Е на это глубоко наплевать. Когнитивные коды в общем и целом не воюют друг с другом. У них нет в этом никакой необходимости. Ведь это же всего лишь способы решения массовых когнитивных задач. Но как раз, что кто-то их решает по-другому, чем мы. Это не важно. А вот с точки зрения политических интересов, создание чужих когнитивных кодов для Запада неприемлемо. Отсюда возникают кризисы с Россией и будут кризисы с Китаем и Арабским миром. Или, наверное, Арабским миром и Китаем. В каком порядке это не важно. Но Индия пока довольно хорошо то, что она делает, маскирует и прячет. Так, друзья, пожалуйста, Дима, еще последний. У меня как бы замечание, может быть, даже не вопрос. Мне как-то не дает покоя вся история с доменностью и, собственно, некоторой фрактальностью, воспроизводимостью и самоорганизацией. Это как-то завязано ведь тоже с когнитивными кодами, с культурными кодами. Может быть, это что-то третье, что в своего рода какие-то специфику антропологии какую-то проявляет. Мне кажется, что надо как-то это учитывать. Я не понимаю, как, а, по-моему, это важно. То есть, это способ управления, ведь здесь же способ объединения, способ общения и все остальное. Спасибо, Дима, за этот треугольник. Доменность, фрактальность и самоорганизация. Ну, секундочку, я для начала отвечу, если можно. Саша, я потом тебя готов послушать, но я скажу другое. Смотрите, доменность – это определенное социальное свойство определенного типа социумов, очень немногих. И с этой точки зрения доменность вряд ли где-то есть еще. Я-то просто хочу ее использовать, поскольку считаю конкретно для данного социума, с учетом его культурного кода, важным ресурсом, который можно просто применить. Фрактальность, ну, с моей стороны, тут вообще ни при чем, в принципе. Фрактальность – это способ организации, собственно, методокс в базовых своих версиях фрактально. Поэтому мы ими используем просто инструменты все. Естественно, к доменности отношения не имеют. Фрактальность может всплыть кто угодно, не обязательно домен. Что касается самоорганизации. Да, верно, домен – форма самоорганизации. Тогда скорее стоило поставить вопрос, какие есть другие формы самоорганизации, кроме домена. Иерархичность – это не форма самоорганизации, это форма организации. А вот какие есть формы самоорганизации недоменные – вопрос, конечно, интересный. У нас были КЛФ и КСП, да, клуб любителей фантастики, клуб современной песни, как их там называют. Самодеятельность. Да, прошу прощения. Это в культурном коде домены, которые самоорганизовались. Нужно, очевидно, было какую-то курилку сделать при этих штуках, в которой бы заниматься когнитивным кодом. Там была хора. Мыслительная хора там была. Это была другая структура. Я из нее выросла. Мы одну такую создали и одну распустили. Хорошо знаем, что это такое. Там была мыслительная хора. Она удерживала. Это была редкая штука. Клуб любителей фантастики полгалактики. Он такой на страну был один. Остальных всех развалили. А мы говорили, что одним мы говорили, что мы от обкома, а другим, что мы от горкома. Иногда говорили комсомолы, а иногда говорили партии. А на большую библиотеку конспектировали. В 85-м году мы ставили суд над Лениным на физфаке при всем честном народе. Еще были народные театры. То есть, да, это все доменные штуки. Но понимаете, в чем дело? Что вот ключевой вопрос задал в начале Паша. Почему в культуре так все хорошо держится, а в мышлении, когда надо когнитивный код, сразу все разваливается. Вроде как Сергей Шилов, я за ним повторяю, сказал, что тут ассирийское безумие. Я перевела это на язык трансценденции. Сказала, что самый великий соблазн – это получить все знания. Ну, или их узкую часть знания. Или то, что никто не знает. Самый большой соблазн. Если у тебя Бога нет, тогда получается, что домены, которые Паша хотел создавать в культуре, Бог с ним, с когнитивным, как-то удержались. Держались, но они были на зеротеизме. А что такое зеротеизм? Бога нет, а функции его выполняются. Во имя целого мы будем действовать вместе. Вот такая вот штука была. Сейчас у нас как бы… Здесь, может, и другой способ найти. Может быть. Ну, вот это… По одному задачу. Я понимаю, Паш, мы ничего переживать не будем. Это просто фокус. Важный фокус обсуждения. А, пожалуйста, Сережа. Я здесь хочу добавить вот какой момент. А вот Кашулот говорил, опять же, что в когнитивный код русский входит предельная иерархичность. От Византии. От Византии. Вот. А как раз предельная иерархичность также препятствует образованию доменной структуры. То есть ни один ученый на самом деле в глубине души никого равным себе не ощущает. Именно поэтому соборность так важна. Она может компенсировать, а может нет. Поэтому поступает конфликт. Спасибо. Меня зацепило два момента. Значит, первый, так это мельком прозвучало, каноническая территория когнитивного кода. Так вот, что мы должны понять, какая у нашего когнитивного кода каноническая территория. Какие задачи можем решать мы и только мы. Причем не в формулировке «это мы решаем лучше», а они это решают хуже. Потому как нехристи и бусурмани и то самое постов не соблюдают. Значит, а какие задачи можем решать только мы. Но второе, тут мое мнение, в общем, никак не поменялось, что кроме культурного кода и когнитивного существует совершенно отдельный трансцендентный код. Эти три кода отвечают трем вершинам естественного баланса. И более того, ну так сказать, для людей с естественного бэкграундом я скажу, что это приблизительно отвечает линейной, дифференцируемой и топологической классификации. Но переводя на русский язык, например, трансцендентный код у нас с греками один и тот же, а более противоположных культурных и когнитивных кодов представить себе сложно. Я понимаю, но я хотел просто отметить, потому что у меня два момента. Первое, насчет того, что говорил Сергей Шилов. Очень интересно это понаблюдать по высказываниям советских шахматистов, которые должны были быть доменом просто в силу советской системы организации шахмат, но при этом каждый из них считал, что кроме него никто в шахматы играть не умеет вообще. По поводу Василия, я-то считаю, что третьим кодом является антропотип. И как раз когнитивный код по сути дела и является приземлением трансцендентного кода. Да, применяем это, как-то с этим будем жить. Как раз вопрос, да, может немного опередили. По поводу того, какой еще классификация, может, кроме культурного и когнитивного кодов, то есть какой уровень классификации можно ввести для вот этого кодирования, и с чем еще можно поработать, вот кроме культурного и когнитивного, вот как код антропотипа, и что еще есть для… Я вообще честно скажу, что для меня это неправильный вопрос, в каком плане. Культурный код, вся эта моделька просто появилась потому, что эмпирически это слово очень много кто использовал и массу вещей описывал. Мне, наконец, захотелось сделать хоть какой-никакой алгоритм, который хотя бы эти описания позволял сравнивать между собой. С этой точки зрения культурный код – чистая дорога от праксиса. Когда я рисовал схему определения культурного кода, я сразу выяснил, что в общем особенности мышления определяются похожим, но неэквивалентным образом. И с этой точки зрения здесь не было исходного праксиса. Это было развитие модели культурного кода в ее современном варианте. Я сразу же сказал, что культурный код – это то, что формировалось в доиндустриальную эпоху, в эпоху феодализма. Но интересно же было посмотреть, что происходит потом, когда появляется индустриализм. И у меня возникла мысль, что поведение наше в жизни и в мышлении, конечно, связано, но эта связанность не абсолютная. И поэтому было интересно сделать модель когнитивных кодов. Мы занимались отдельно моделькой антропотипов. И здесь даже трудно сказать, что здесь было в основе. Эмпирика – да, конечно. Моделька Журавеля, которая нам, Евгения, нарисовал западные представления об антропологии – да, наверное, точно. Но в действительности только вот когда удалось представить ситуацию по антропотипам перехода, с моей точки зрения, после этого начал формироваться какой-никакой, он, конечно, очень квазен, но баланс. Когнитивный код, антропокод некоторых, далеко не всех поколений и когнитивный код. У меня ощущение, что здесь больше ничего нет. Возможно, что на самом деле когнитивный код – это просто извод во втором порядке методокса трансцендентного кода по Громову. То есть, есть первый порядок, где идет трансцендентный код, а во втором мы получаем когнитивный, как трансцендентный с оттенком культурного. Этот вариант вполне возможно, вообще все же методоксируется. Здесь можно получить методокс кодов. Так почему бы нам это завтра не сделать вполне выполнимая, даже простая работа? А этим мы займемся завтра.